Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения как воюющая страна в Первой мировой войне, часть третья. Премьер-министр Армении подал в отставку. Никол Пашинян прокомментировал высказывание Ричарда Милса. Посол. Китай содействует Армении без каких-либо предварительных условий. Путин 11 ноября посетит Париж. В Турции продолжает дорожать в хлеб. Киновестиваль в Арлингтоне откроется фильмом про геноцид против армянского народа. Государственное телевидение Западной Армении продолжает представлять вам Западную Армению и Армянский легион, а также другие вооруженные армянские группы в Первой мировой войне. Статья полностью доступна на нашем веб-сайте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября заявил о своей отставке. Об этом он заявил в прямом эфире вечером 16 октября. Сделано это после того, как парламентские силы заверили его в отсутствие намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства. А с процветающей Арменией даже был подписан соответствующий меморандум. Если они сдержат свое обещание и новый премьер-министр Армении не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то национальное собрание окажется распущенным. Страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочные даты их проведения называются 9 октября. Заявление, завершающего дипломатическую миссию в Республике Армении чрезвычайного и полномочного посла США Ричарда Милса можно считать месседжем уходящего посла, сказал сегодня в беседе с журналистами исполняющей обязанности премьер-министра Республики Армении Никол Пашинян. Соответствующее заявление Никол Пашинян сделал, коснувшись слов Ричарда Милса в интервью Even Report о том, что любое урегулирование Карабахского конфликта потребует возвращения части оккупированных территорий. По словам Пашиняна, армянская сторона свою позицию по данному вопросу четко высказала, и она не потерпела каких-либо изменений. Китай содействует Армении без каких-либо предварительных условий, быть скорыстна и на деле. Об этом заявил 17 октября на церемонии старта программы КНР по переоснащению всего парка машин скорой помощи, обслуживающих республику. Чрезвычайно и полномочный посол Китая в Армении Тянь Эрлун. Дружба наших народов имеет историю столетий. Уверен, что Армения и Китай продолжат углублять сотрудничество в различных сферах. Армяно-китайские связи будут продолжительными и крепкими, сказал Эрлун. Отметим, что на мероприятии присутствовал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. 11 ноября президент России Владимир Путин посетит Париж в рамках мероприятия, посвященных столетию Первой мировой войны. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. «Мы планируем быть в Париже 11 ноября», сказал Ушаков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поездку во французскую столицу. В рамках этого мероприятия будет также отдана дань уважения российскому экспедиционному корпусу, который сражался на французском фронте во время Первой мировой войны, когда Российская империя боролась против Германии, Турции и Австрии в союзе с Антантой. Революция 1917 года и Брестский договор 1918 года остановили участие России в войне. Владимир Путин возложит венок к мемориалу российскому экспедиционному корпусу на Канадской площади в Париже. Ушаков отметил, Путин также посетит рабочий завтрак вместе с главами других государств. Дональд Трамп также примет участие в церемониях. На встрече двух президентов пока не обсуждалось. Эксперт Селин Шишмек отмечает, что рост цен на хлеб продолжается. По его мнению, если все будет так, производство хлеба может прекратиться через неделю. Цены на хлеб также были повышены из-за высокой инфляции в Турции – 25 копеек. Шишмек, член Совета Стамбульского торгового центра, отметил, что цена 250 граммов хлеба не может составлять 1,25 турецких лир. По данным информагентства «Спутник», Шишмек сказал, что продавцы по этой цене не могут продавать хлеб и к концу месяца все обокротятся. По словам эксперта, инфляция уже началась. Продавая дешевый хлеб людям, говорит Шишмек, мы можем столкнуться с проблемой не найти хлеба вообще. В некоторых местах инфляция уже зарегистрирована. В настоящее время цена хлеба должна составлять не менее 1,5 турецких лир. Теперь это 1,25 турецких лир. Таким образом, нельзя бороться с инфляцией. Международный кинофестиваль в Арлингтоне откроется фильмом об геноциде против армянского народа, отдав дань уважения армянской общине Бостона. Премьера документального фильма о геноциде армян состояла 7 октября в центре Музе ОТРАУН в Новой Англии, США. Автор и режиссер фильма Марта Хикшо. Это первое сотрудничество между Московским центром и кинофестивалем, где призовой фильм представлен как знак уважения к геноциду армян и армянской общине. Это событие является открытием ежегодного кинофестиваля, который состоится с 1 по 4 ноября в Театре Капитолия в восточной части Арлингтона. «Ворон пустыней». Фильм основан на книге Ливона Парияна, где воспоминания своего деда Ливон Йотен Хабарян как отчаянная борьба не только выжить, но и спасти свой народ от первого геноцида 20 века. Работы Парияна посвящены признанию геноцида армян. Эксперты из Фаригин Полиси в 2015 году Парияна добавили в число 100 ведущих мировых мыслителей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение песни Сон Аяр в исполнении хора Хазер. Сон Аяр в пример его мыши. Сон Аяр в исполнении хора Хазер. Сон Аяр в исполнении хора Хазер. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!